МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И он забьет душу и заберет жить все. В раннейшие часы украинские казаки разом с войском князства Литовского бронили его от врагов. И никогда не было такого ранее, как раз боем живилися на его землях. Але ситуация изменилась после Люблинской улии. Кали говорить про поход северно-наливайки на Беларуси, треба найперше сприняться над тем, як починався гэта казацкий рух. Он мил неколькі аспектов. На початку это был рух, можно сказать, чисто политично-социальный. Чым была головная проблема, якая привела и до повстаня на Ливайке, а позднее до повстаня под керонистом Богдана Хмельницкого? Это тое, что казаки не могли добиться зравнання в политичных правах со шляхтой. Шляхецкий народ Рече Посполитой, шляхта, не хотел отпринять казаков у своей роды. Казаки были войсковым сословием, они баранили погранича. Их профессия была война, они хотели домахчыща таких же самых золотых больностей. Им адмовили, и это основная причина конфликту. Коли говорить про Беларусь, то казаки, которые приходили на Беларусь тем лику с на Ливайкой, для нас это звыклые бандиты. Они захопили, изнищили шмат городов, спустошили земли, нарабывали, забивали, гвалтили. И так наши люди их успрымали в той час. Запорожская вольница вабила розных людей, и живили те они на частей набега. Так было и гэтым разом. Вертающийся с богатых землей у Трансильвании до Молдовы, закон под отшелом атамана Северина на Ливайке разрабывал уладанье польского магната Яна Замойска. Сам атаман давно ненавидеть польскую шляху. С того часу, как у него был одобранный родовый майонток. Ратующийся от погони, досланный услед на Ливайце Замойске, атаман выращая повернуть свой 7-тысячный отрад на земли великого князства. У сердца атамана Северина на Ливайке жила ненависть, а лет ты, кто и шел за им, марили только про богатую с добычу. На землях наше господарство, воены ущеняют гвалт и рабовництва. У моем явлении, Северина на Ливайке был таким, сабьяказача, сучасной мовой полевым командиром. У им было смаччаго намешано, и адвага, и пыльная вздольности военачальника, аля разум с тем, жорсткость, лютость, сквапность, пагарда да норму христианской морали. У Кастричнику 1595 года казаки займаюць Петрыков, а потом и Слуцк. Да гэтын докладны невядома, як илны авалодали таким великим городам. Хочай за все штурму не было, а просто нехта зместичав, адкрыв им городскую браму. Абрабававшись слудских мешчанов, казаки прихопили с собой и увесь городский арсенал. 12 гармат, 80 гаковниц, 1700 ручниц. Усё ешча прагная далёгкой наживой казацтва, скировывается у бок Могилёва. Наливайка не мог не разуметь, что такого ему не дарует. Акчим Атаман различывал позднее схавацца под рукою московского цара. И Могилёв у якості наступной агвяры был выбраны не выпадкова. Багатый город, для того же ще ближай до межиз Московщины. Хоч Могилёв оборонял зусім невеликий гарнизон, сдавацца рабовникам ён не збиравши, сподзючись на допомогу. Аднак тая не поспела. 13-го снежня 1595-го года, пасля затятага штурму, город был узяты. И горш залютых московцев пачалі казаки расправы над стражытным городом. Вось як пра дейність Налівайки і яго людзей на наших землях оповідають летопіси. Мєста славне Могилёв, мєста пабожне, дамы, крамы, астрох выжгле. Дамов сях яка 500, а крамов великими скарбами 400. Міхчан, бояр, людзей учтивах, так мужей, як іх жон, діцей малых, пабіли, порубали, попаганіли. Скарбов теж незлічонах пабрали з крамов із дамов. Невеліка паспаліта рушані, што падышло празд два тідні до Могилёва, нічого не магло зробіць бунтовщиками. Налівайка адводіць своїх казаков на поўдзінь, спочатку уніз падняпры до Быхава і Речіцу, а потім уздавш припяти на Давыдгородок і Пінск. Усюль па сваім шляху рабоучіп шляхецкі майонткі і вёскі. Хочацьо вскрикнуць. А дзе ж было ў той час войска Велікага Князства? Што робів Велікі Гетман Крыштаф Радзівіл? Айон, выдавши універсал на збор паспаліта гарушані, забавлявся паляванням ў Менскіх лясах. Тое, што не маглі доўгі час їх затрымаць, разбіць, разагнаць, это знову жа свячання крызісу дзержанай улады в Речі Паспаліты. Шляхта ўже не была тым воўнічым станам, вона ўже была памешчикамі добра адкормленными, каторые не хатіли нікуды ёхаць зродна гамайонтку. Павінна была быць ўжа професійная войска, як кіншых країнах Європы, на яго бракавала гроша, яго был амаль не було. Гетман замес того, каб організоваць адпор гэтым казакам, он балюе, палюе, а влада центральна слаба, як каторо не можа на яго цыкнуць, каб то і ляцеў, виконнаць своя бавязкі. Гетман тады, калі захачев, тады і прыехав. Гэта ўсё прачынілася да такого разгулу. Весной 1596 года отрад на Ливайкі вернувся на украінскіе землі. І толькі там был разбіты дзержавными войсками пад адшолом маладога Яна Караля Хаткевича. Самаго казацкага атамана зняволяли і доставіли ў Варшаву, де северин на Ливайка был пакараны смерчю. Тія падзея, калі отрад казаков прайшоў палову Велікага князства, пустошачы в околіцы вёсак і рабуючы гарады, а паспаліта рушыні не магло нічога з гэтым зрабіць, свечэнні пачатку заняпаду нашага гаспадарства. І заняпад гэты далей будзе толькі паглыбляцца. І там, і в інших беларускіх гарадах Наливайка і агу людзі, захопліваючі і кляшторы, і православныя монастыры, паводзіляся себе так, як якіяні будзь ханы ў гаремах. Гвалтавалі манашык, забівалі світароў. Даречі, вызначівся Сіверин Наливайка і тым, што ўласнаручна падпальвав бороды православным світарам. Гэта ўёго была такая забава. Такі вот, ведаеці, был абаронца православ'я. І можна сказаць, і трэба казаць, што повстання Наливайки нельга ў нас ацэніваць, як писалі савецкі історіки, што гэта антифеодальнае повстання, падтрыманная на Беларусі. Канішні, далучаліся нікі елементы самай ніжэйші, самай біднійші ў Беларусі, але для мяшчанов, для жыхароў, нормальніх, для селянів, ата бала, канішна, пакута. Це був бандитський напад, і так ненавіто йому повинны оцэніваць дзейнасць українські казакоў на Беларусі, як гэта рабовнічая напады на ворожую територію, як би яны себе самі не называли, як би сьоні не хваліла їх українська гістерографія.